Всем приветик! Всё с завидным постоянством. Я опять грею машинку. В общем-то, сегодня воскресенье. Я могла бы никуда и не ехать. И посылочки все я могла бы отправить в понедельник. Но! На улице минус 18. И надо нагреть машинку. И поездить. Потому что уже у меня такое было. Двое суток машиночка постояла. И села аккумулятором. Да, я рассказывала в своих видео. Поэтому я сегодня решила проехаться. Несмотря на то, что воскресенье. Короче, сейчас поеду на почту. Потом поеду к Юле. Узнаю, как там у них дела. Поболтать, кофеёк попить. В общем, ну как-то так. И думаю, что ещё поеду к подруге Сашке. Я сегодня, конечно, в планах у меня было. Что мы с Сашей пойдём в гости Кире и Косте. Ну, а моего Саши опять прихватило спину. Где-то его опять просквозило. И он никуда идти не хочет. Ну, а я ж ещё тот домосед. Не хочется мне дома сидеть. Поэтому я поезжу. Всё будет хорошо. И машинке, и мне. Ну, и Саша тоже. Пусть без нас, без меня отдыхает. Без нас я имела в виду Кэти. Потому что приду и пойду ещё гулять с Кэти. В общем, затороторила, затороторила. Ребяточки, ещё раз спасибо вам за комментарии. Боже, за просмотры. Ой, я так хочу 100 тысяч подписчиков. Почему? Хочу кнопку. Ту самую кнопку. А меня смотрят 60% без подписки. Ну, нажмите на подписаться. Ну, нажмите на колокольчик. Ммм, приставучая я, да? Ну, ещё чуть-чуть, и уже будет 50 тысяч. А если бы вот все, кто смотрит без подписки, нажали, так вот сразу бы я кнопку заработала. Болтуха, да? Так, хорошо, всё. Я думаю, нагрелась. Мне до трёх часов надо успеть отправочку сделать. А уже половина третьего. То есть 14.30. И поехали. Ну, и оставайтесь со мной. Вот как, вот, как можно вот здесь вот идти? О, ужас. Я не иду, я ползу. Это просто сплошной лёд. Да, ну, уже температура немножко падает. Ну, минус 10 всё равно. Вот толку от того, что вот это посыпано. Вообще никакого. Очень скользко. А на машине я ехала. Так это просто капец. Машину всю носит. Болтает во все стороны. Это просто какой-то ужас. Так, всё, я к Сашке. Я тут не успела в дом зайти, как на меня наезд. Тут попробуй припарковаться. Знаешь, что тут делается? Ужас. Боже, это какой-то кошмар. Просто я даже сейчас шла и снимала. Сплошной лёд. А, да. А здесь у нас... И это вообще... То, что там посыпали до задницы. Вот, а я тут решила, что раз я уж к тебе еду, так каких-то вкусняшек надо купить. Всем рассказываю, не ем сладкого. Вот такие конфеты. Вот смотрите. Вот Тарасу конкретно объясняю. Ем конфеты с фруктами. Вот. Или с сливом, или с курагой. Вот это вот мне очень вкусно. Ну, это вафельки, зная, как ты любишь, сладенькая. Вот. Так что вот решила заскочить. Сашка мне говорит, мою голову. А больше, чем конфеты, я люблю вот это. Ужас. Олень и рога. Я это ем просто палками. Имбирь для меня это вообще вкуснее быть не может. А с вот такой конфеткой имбирь, бомба. Попробуйте, не пожалеете. Так, а Саша мне сказала, раз я так люблю имбирь, она мне, вот смотрите, вот, чем меня угощает. Это имбирный сыр. Правильно? Это с базиликом сыр. А, с базиликом. Блин, я думала, с имбирем. Нет, нет. С базиликом. Так, я уже пробую. Очень вкусно. Просто рекомендую. Но это тоже надо любить базилик. Я обожаю базилик. И сыр. И сыр тоже обожаю. А сыр с базиликом, это вообще. Сегодня уже понедельник. Поэтому снова здрасте. Сегодня у меня уборка в контейнере. У улиточки. Вот я сейчас сняла крышечку. Хочу вам показать. Видите, здесь такая как испарина, скажем, влажно. Очень влажно. Почему? Потому что в контейнере достаточно тепло. Хорошая температура, да? Там у нас мох влажный. Мох дает такую испаринку в теплом состоянии. И вот мы понимаем, что влажности достаточно. У меня здесь нет матика. У меня здесь только мох. Хотя я хочу сейчас показать вам. У меня есть маленький матик. Я такие матики шью, как я говорю, на бонусы. Когда большой заказ, я обычно туда кидаю какой-то презент. Ну вот, называю это бонусом. Сейчас я вам покажу. Да. Вот, смотрите. Очень маленький. Сегодня такой матик я собираюсь положить в контейнер. Мокрый. Мы его намочим. Сильно намочить надо. Потом хорошо-хорошо отжать. До последней капельки. Вот просто полностью отжать. И потом мы его кладем в контейнер. И влажность в контейнере. Вот этот даже маленький матик будет поддерживать. Ну, если у вас большой матик на весь вообще контейнер, это очень хорошо. Улиточка на нем прекрасно живет. Это эко-ткань. И, в общем-то, мха можно положить буквально там вот в угол где-то вот. Так, чтобы улиточке было взорваться там. Мок, ягель. Она его там немножко грызет. И любят улитки взорваться. Я категорически против вот этого субстрата кокосового, земля, там всякая ерунда. Ну, это очень неудобно. Во-первых, грязные улитки. Они уборка... Ну, я не знаю как. Ну, в общем, это сложно, проблематично. Вот матик. Вот достали. Под краном постирали. Отжали. И назад в контейнер. Чистота и порядок. Но, вот прежде чем вы решили завести улиточку, надо хорошо подумать, что улиточка, в общем-то, как и все живые существа, тоже какает. И если уж вы такой брезгливый человек, то, наверное, вам это не подойдет. Потому что какашечки вот я просто беру и убираю руками. Вот так вот складываю. Вот такие какулечки. Вот они здесь уже подсыхают. Нет в этом ничего такого, скажем так, сильно неприятного. Откладываем вот эту сторону. А мох уже без какашечек. Вот я вынимаю и сюда выкладываю. То есть сегодня у меня будет полная уборочка. Ну, вот на такой крышечке пластмассовой. Здесь у меня будет еда. У меня улиточка обжора. Видите, она съедает все. Но, вот, бурячок, кстати, не очень любит. А морковку с удовольствием. И этот кабачок, тыкву. Ну, 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 это вообще, она, я не знаю, за ночь съедает все. Я понимаю, почему она выросла такая большая, даже в плохих условиях, в которых она была. Потому что она хорошо кушала. Поэтому, как говорится, хочешь быть здоровым. Да, обжорством, конечно, заниматься не надо. Но надо кушать. Я думаю, что кормили ее хорошо. Вот. У меня много мха. Я не жалею. Хотя, при наличии матика, мох может быть. Вот, смотрите, я вот просто перекладываю мох сейчас на крышку. И потом я его промою под краном. Вот так вот я беру, вот, в руки. Под краном промываю. Хорошо отжимаю. И ложу назад в контейнер. И так я делаю, ну, один раз в неделю. Даже, даже в 10 дней. Если вы вовремя убираете, вот там, вот, все коколички, то, в принципе, не надо, вот, это, замучиваться, там, каждые два дня убирать этот мох, там, мыть и так далее. Вот я сейчас вообще перед, ну, протрушиваю мох. И вот эти все какашечки, которые я там где-то еще не убрала, они просто падают на дно, и я это все выброшу. Прямо так вот. Так. Улиточка у меня зарылась. Зарылась туда. Улиточку мою зовут Хэппи. Вот Хэппочка. Хэппочка очень активная. Она вот, ну, просто она, вот говорят, улитки днем спят. Я не знаю. Моя все время бодрствует. Она ползает, усы свои, рожки свои достает, высовывает, нам показывается. Так, а ну-ка, Хэппи, иди сюда. Иди сюда. Вот, смотрите, мох можно вот просто обобрали. Вот, кстати, у нас тут большая какашка. Вот она. Какашку мы убрали. Так, вот. Вот. Так, Хэппочка, ну-ка отдай сюда этот мох. Понимаете, да, мох легко убирается. И у нее же сегодня еще процедуры. Я ее буду мазать специальной чудом мазью, потому что я ее лечу. У нее здесь были такие трещины, повреждения. Очень быстро все заживает. Я не знаю, я говорила, не отрастет кончик у нее. Что отломался, вот просто хвостик, кончик отломался. Видите, я взяла, она уже, уже выползает. Очень ручная. Но, вы знаете, вот так затягивается, что я очень удивлюсь, конечно, если отрастет хвостик, но все может быть. Будем наблюдать. Хэппочка, привет, девочка. Вот, да, кукусики. Так, кукусик сейчас пойдет купаться. Мою ее под краном, просто под теплой водичкой. Ну, только не горячая, еле-еле тепленькая. Просто под краном хорошо промываете ракушку. Очень нравится улиточкам купаться. Я сейчас покажу. Она даже, даже не прячется. Она просто вся получает море удовольствия. Так, ну вот все. В контейнере, вот посмотрите, у меня там на дне осталось такое. Ну, от мха и от какашечек. Все это я сейчас выброшу в мусор. И контейнер помою. Промою мух. И все это обратно сложу в контейнер. И еще положу туда маленький матик. Хотя, при таком количестве мха, как у меня, матик можно и не ложить. Чудненько она живет без матика. Так, ну что, все. Сейчас пойдем помоем контейнер под краном. Промоем мох. Помоем улиточку. И потом я ее смажу чудо-мазью. Положу тебе опять кушать. Куда ты лезешь, обжорка? Угу. Ну, пока я это все буду делать. Я ей разрешу поползать. Прямо здесь. Прямо на столе. Иди. Иди гуляй по столу. Хорошо. Кэти моя спит. Вот, я их на единение оставляю, когда она ползает. Ну, не знаю. Может у собаки быть разная реакция. Хотя я сомневаюсь. Кэти с ней ее обнюхивает, проявляет к ней интерес. Но никакой абсолютно агрессии. Ну, что? Пойдем? Да? Пойдем купаться или мыть контейнер? Нет, сначала мыть контейнер. Я все выпросила уже. Вот, пустой. Просто под краном тоже слегка теплой водой. Никаких с этим нет абсолютно проблем. Вот. Буквально сполоснула. Ну, здесь вот по стеночкам она ползает. Поэтому образовывается такая слизь. Вот эту слизь я просто беру и смываю. Ну, только желательно, чтобы вот эта вот кряпочка, которая, была именно для контейнера, а не та, которой мы моете посуду. И может оставаться на ней немного жидкости для мытья посуды. И это может навредить вашей улиточке. Поэтому очень хорошо смотрите, чтобы именно вот пользуемся той, которой мы моем только контейнер. Ну, вот, пожалуйста, времени это абсолютно много не занимает. Все, контейнер у меня чистый. Теперь мы делаем водичку, приятную для улиточки. Так. Настраиваем, да? Кран. Хорошо. И иду за улиточкой за своей. Итак, купание. Слегка теплая водичка. Очень слегка. Смотрите, вот я ее купаю. Видите, ей очень нравится. Вот. Чистенькая, красивенькая. Она вот абсолютно, абсолютно не прячется. Нет, вот. Смотрите, я ее купаю. Она вот свою мордашку высовывает все больше и больше. Вот. Вот такая красотулечка. Чистенькая. Сейчас еще немножко я ее промою. Вот. Снизу. Как улечки, по-моему, мы ваем с себя все. Но переворачивать, когда вы моете улиточку, переворачивать не надо. Вот. А так вот, сиди, но я на нее прям лью, на мордаху, на усики. Ай, она просто балдеж. Балдеж. Ну, и так я делаю каждый раз, когда чищу у нее, скажем так, делаю уборочку. Делаю уборочку в контейнере и точно в одно и то же время, скажем так, я ее купаю. Вот. Покупалась, красавец. Видите, какая она уже красивая стала, блестящая. Все-таки чудо-мазь, это чудо-мазь. Когда мне спрашивают, ну, а там поможет, поможет. Я без загрязнения совести всем пишу. Поможет сто процентов. И ваша питомец ваш, ваша улиточка будет выглядеть вот прекрасная, блестящая, гладенькая вся ракушка. Ну, что, идем, идем в контейнер. Следующим этапом я буду мыть мох. Да, пойдем в контейнер. Мох я вот уже принесла. Беру его вот так. Мох, здесь у меня ягеля немножко. Просто под краном промываю. Вот так. Все очень просто. Хорошо. Отжимаем просто сильно-сильно-сильно, как я говорю, до последней капли. Ну, давайте я не буду вас утруждать, смотреть, как я весь этот мох помою. Мы уже перейдем сразу к тому, как этот мох попадет обратно в свой контейнер. Вот, отжат. Но у меня еще много мха, поэтому я его весь сейчас промою. Итак, вот влажный матик. Я его сильно отжала. Я его вот здесь, вот в уголочек. Вот, пожалуйста. Так, мох. Смотрите, я же его отжимала, и он получился такой, ну, как комком. Поэтому мы его вот так вот сейчас распотрошим. Вот эти вот комки, которые я сильно отжала. Здесь и ягель, и мох. У меня здесь так всю перемешечку. Хотя, когда сразу я вот кладу мох, я отдельно где-то откладываю ягель, потому что ягель улитки любят. Вот он, ягель, да, улитки. Я так сверху, сверху ложу, потому что улиточки очень любят ягель кушать. И ягель, я уже неоднократно говорила, это витамины. Это очень хорошие витамины для улиточки. Вот, все-таки ягель я вот отдельно. Она. Девочка такая у меня, что найдет. Я, кстати, называю девочкой. Она у меня хэпочка, но улитки бесполые. Мальчики, девочки, все это одинаково. Так, хорошо. Вот, нет, сейчас я все-таки передвину вот сюда. Потому что здесь вот матик. А мне же еще надо тарелочку. Тарелочку надо поставить. Ну, видите, да, у меня довольно таки много мха. Он может на матик, если у вас матик есть, да. Ничего страшного. Она там найдет, где закопаться, где порыться. А в это время смотрите, смотрите, что делает. Она в окошко выглядывает. Подняла, подняла голову. Там у меня окно. И она выглядывает. Ты красотуля, сейчас я тебя еще мазать буду. Да, вот так выглядываем в окошко. А в окошке у нас, ребяточки, ужас. Там холодно. У меня решетка, конечно, тут первый этаж. Там дует. Там такая метель. Вообще, с ног сдувает. Хорошо тебе, что ты на улицу не ходишь. А Кэти сегодня утром гуляла на улице. И лапы у нее мерзли. Вот она сейчас к нам пришла. Катюня, привет. Ой, чей это тут нос? Ой, потягуши. Привет. Ты пришла посмотреть? О, сейчас, вот, смотрите, как у нас. Мирно, дружно. Не-не-не-не, не надо. Это тарелочка ее. Это не твоя тарелочка. Это не твоя. Все, ушла. Интерес, хэппи, к тебе потерян. Так, ну что. Сейчас я еще вот вам тарелочку уж не показала, да. Как мы будем на тарелочку. Вот я нарезала морковочку. Вот такими кружочками. Кэти, будешь морковку? Я тебе могу дать одну. Будешь, да? Ну на. Хорошо. Одну взяли мы Кэти. Так, вот так вот. Вот шишечка еще. Она очень не любит эту шишечку. Хэппи. И кусочек коры. Она ее под себя почему-то вминает. Наверное, ей это нравится. Так, ну еще это все надо посыпать кальций-смесью. И где у меня? Вот. Вот кусочек мела. Небольшой кусочек мела. Я его, кстати, тоже под краном просто помыла. Все это мы посыпаем кальций-смесью. Вот так. Совсем немножко. Улиточка одна. Ей много не надо. Вот. Вот и все. Осталось только поставить это все вот так в контейнер. вот в уголочек. И все это закидать тем самым мхом и ягелем. Хорошо. А хэпочка наша пойдет вот сюда на матик. Да. Она сядет на матик. Но сначала у нас процедуры. Мы будем мазать улиточку. Вот этой маленькой вот баночки, я вас уверяю, хватит на полгода, а то и на год. И то это вот потому, что я же не один раз в месяц мажу. Я ее мажу через 2-3 дня. У Кэти интерес. Какой же, как же интересно ее понюхать, да? Кэти осторожно. Ой, фу, ты что? Осторожно, аккуратно. Так, Катюня, давай слазь, слазь, слазь. Я сама здесь, без тебя. Я без тебя справлюсь. Вот ей, конечно. Ой, фу, ой. Неся, я боюсь. Ну, кто его знает, что у нее в голове? А это прячется. Когда Кэти ее в нос нюхает, она прячется. Потом опять выползает. Ну, и очень сегодня вызывает интерес окно. Она просто вытягивается вся, чтобы посмотреть в окошко. Да, Хэппи, тебе интересно смотреть в окошко? Вот так. И нам всю же показала нам свою мордаху. Так, мы тебя сейчас будем мазать. Ну, я же уже вам показывала. Буквально вот пальцем я вот так вот раз. Совсем-совсем чуть-чуть. Видите, на пальцы. И я ей только ее поврежденные, поврежденные ее места мажу. Я уже не мажу всю ракушку. Мажу, потому что, ну, ракушка, вот видите, она вот в идеальном уже состоянии. А вот именно вот эти вот заломы, которые у нее, где она была побитая. И мажу вот кончик. Мне интересно, неужели, неужели затянется хвостик? Ну, это будет просто чудо. Тогда я уж действительно всем буду рассказывать, что мазь какая-то чудо, чудо, чудо и чудес. Ну, все, процедуры твои, лечения окончены. Блестящее, красивое. Берем ее вот так под мордаху. Раз. Вот. Все очень просто. И отправляем куда? Куда мы тебя отправляем? На матик. Маленький матик. Может, тебе сразу давай не на матик, а давай тебе сразу еду дам. Ешь. Вот. Сразу дам ей еду. Я уже говорила, она обжорчик, поэтому будет сразу кушать. Ну, в общем-то, ребята, все. Уборочка в контейнере вот так. Так, да, пока она кушает, Кэти тоже сегодня вызывает окно, вызывает какой-то интерес очень. Не, ну, у нее всегда, конечно, она очень любит смотреть в окошко. Катюнчик, что? Что, собака? Что, дай лапу? Лапа. Вот она, наша лапа. Другую давай, вот эту. Ну, кто играет? Кто играет? Кто играет со мной? Я тебя лапу просила, да? А ну, зевать. О, такая морда красивая. Вот эти лапы сегодня мерзли. Она прибежала и давала мне лапки погреть. Да, вот так давала мне лапку, чтобы ее погрела. И ты такая красавица моя. В общем, поняли, да? Все у меня красавицы. Катюня красавица. Хепочка. О, зеваем. Хепочка красавица. Вот только на улице очень холодно. Ой, ой, там очень холодно. Так, ну что? Ест? Да. Все. На этом наше видео сегодняшнее закончено. А нет, еще хотела сказать сейчас. Да, Петя, хотела сказать еще что-то. Моя сестра Ира сейчас тоже в Доминикане. Именно в том же отеле, где была и Вика. С Артемом, с Димой, с Катей. И присылают мне тоже видео. Такие классные. И даже я сейчас кусочек этой теплой, прекрасной страны поделюсь с вами. Вот. Ну, а мы посмотрим в окошко. Все, ребяточки, пока. Давайте в теплую страну. Заполненность отеля 30%. Поэтому вот так вот мы отдыхаем. Вокруг не души. Вокруг не души.